Ваш потенциальный клиент, независимо от того, что он вам говорит, он всегда хочет больше. И верите вы или нет, люди всегда любят тратить деньги, и чем больше денег они тратят, тем больше им это нравится, и тем больше они себя убеждают в правильности своих трат или правильных поступков. Получается, им нравятся их решения, и они их оправдывают, то есть те решения, которые они принимают о покупке. Поэтому, не знаю, есть ли у вас в окружении люди, которые всегда вкладываются в бюджет, например, какой-то поездка или слетать в другой город, это перелет, отель, какие-нибудь там вкусные лужины и так далее, люди всегда выходят за рамки бюджета, и, наверное, нет людей, которые в этот бюджет вписываются. В самом деле, у нас такой менталитет, что люди любят красоваться, и можно купить обычную какую-то сумочку, а можно купить в 10 раз дороже какой-то бренд, тогда вы будете лучше, чем у соседа, вы сможете там похвалиться, покрасоваться. Ну, то же самое это работает во всем мире, например, какие-то спортивные машины, там, Феррари, Ламборгини. Почему у них сделан такой дизайн? Это же тоже машина. Но люди покупают, потому что они несколько раз дороже, и можно выделиться, так сказать, в потоке. То есть здесь важно понимать, что у таких товаров всегда будет рынок сбыта, потому что есть люди. Поэтому деньги тратить на сопровождающие товары намного легче, чем на основные. И, возможно, многие менеджеры скажут, ну ладно, он и так уже купил, зачем жадничать, там, заверши сделку и все. Но, в самом деле, на дополнительных товарах вы можете и средний чек поднять, и в 2-3 раза больше зарабатывать. И важно, чтобы менеджер это понимал. То есть, условно, это как в ресторане. То есть человек съел 90 времени основное блюдо, там, первое, второе, а 10% это десерт. То есть, условно, вы можете как раз делать до продажи, как десерт. То есть вы потратили уже там время, клиент что-то купил, почему бы не сделать это? Важно здесь просто быть креативным, предлагать какие-то идеи клиенту. И самое важное убрать себе страх, страх слить сделку, не завершить ее, не бояться, и просто предлагать дополнительные товары. Тогда вы будете уже супер продавцом, а не каким-то среднячком. Продолжение следует...